Добрый день. В субботу состоялся пятый съезд партии гражданский договор. Это партия, которую возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Казалось бы, ничего примечательного. Правящая партия проводит свой очередной съезд. Я, кстати, не знал, что это уже пятый. Не знал, что у них такая богатая история. Но что было любопытно. На этом съезде выступил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян. И вот его выступление сделало день, субботу всю. Он сделал ряд забавных заявлений. Получается, по его словам, что члены партии гражданский договор, которая была создана в 2014 году, как мы узнали, они участвовали в освобождении Шуши. Они защищали Марда Керт. Они воевали. То есть эти 30-летние, 35-летние, 25-летние ребята, которые существовали до сих пор, мы это знаем, на гранты, на деньги Сороса и всяких открытых обществ, оказывается, 20 лет назад, 25 лет назад они воевали, они освобождали Арцах. Причем все они, как правило, в армии не служили. То есть вот такое вот переписывание история пошло. Пошло переписывание историй. Я в связи с этим вспомнил, такая была книжка в советское время, в 30-е и 40-е годы, называлась «Краткий курс ВКПБ». У нас дома есть, потому что мой отец, когда был студентом, это было обязательно иметь и сдавать эту книгу, то есть отвечать. Зачеты надо было сдавать и так далее. Там была переписана вся советская история. Например, освобождение Царицына. Царицын — это он же Сталинград, он же Волгоград. Волжские ворота России. В 19-м году там были тяжелые бои. Ну, про Великую Отечественную мы знаем, что там творилось в Сталинграде. Там участвовали Фрунзе, Ворошилов, Будионы, Сталин, Троцкий. Но в этом кратком курсе было написано так, как будто всю оборону Царицына от и до руководил ею только Иосиф Сталин. То есть под вождя уже все подводилось. А уж тем более такие одиозные враги народа, как Троцкий, Тухачевский и так далее, они были просто вычеркнуты из истории. То же самое происходит сейчас. Оказывается, нашу войну в Арцахе вели и выигрывали не Аркадий Тертатевосян, не Манвел Григориан, не Роберт Кочарян, не Серж Сарксян, а партия «Гражданский договор». Я думаю, это не последнее гениальное заявление из уст руководителей этой партии. Будет еще. Ну, например, он сделал еще заявление, что бастионом демократии в мире являются не США и не Европа, а Армения. Это тоже очень забавно. Такой демократический бастион, где людей за цитирование чужих фраз, за цитирование чужих фраз, заковывают в наручники и отправляют в полицию, где охотятся за людьми в черной одежде. Где за публикацию в Фейсбуке могут арестовать. Где ищут авторов прослушки СНБ, которая попала в сеть, и делают обыск в редакции СМИ. Вот это бастион демократии. Где премьер-министр обрушивается с выпадами в адрес президента Арцаха, только потому, что он встал на защиту своего друга, выступил гарантом. То есть нонсенс, какой-то абсурд, какое-то зазеркалье у нас происходит. Я вчера вечером увидел запись в социальной сети Facebook. Там была наша площадь республики. И люди снимали на телефон огромное количество ползающих по скамейкам и по парапетам тараканов. Тараканов на площади республики не было никогда. Ни в ненавидимое советское время, ни при Ливоне-Тарпетрусяне. Но при Ливоне-Тарпетрусяне их и быть не могло. Тараканы любят мусор пищевой, крошки. А тогда люди голодали, и крошек и мусора особенно не было. Не было и при бывших властях, вот в тех самых кровавых режимах, когда мусор вывозился каждое утро. Сейчас его столько, что тараканы захватили уже площадь. Мне вот интересно. Я Никола Пашиняна не спрашиваю, он вырос в провинции. Наверняка и туалет у них был во дворе, и бумаги не было туалетной. Это тут вопросов нет. Мне вот интересно спросить у нашего мэра Гайка Марутяна, у которого недвижимость в Праге. Вот если на центральной площади Праги, где собор, где пивная у чаши, где солдат Швейк пил пиво, и портрет Франца Иосифа до сих пор висит, кстати, на стене. Вот если там хоть один таракан появится, что сделают с мэром Праги? Сколько чего интересного он о себе узнает. А он и вуз не дует. Мэр Еревана. Через два месяца будет год, как он мэр. Что сделано за это время? Сломаны два кафе, открыт парк, который строился при бывших властях. И все. За целый год, за 10 месяцев точнее. Вот эти вот тараканы, они постепенно захватывают всю нашу страну. Вот эти тараканы говорят о том, что Шуши и Мардакерт освобождали они. Хотя у них у всех справки об освобождении от армии. Армения постепенно превращается в страну тараканов. Вот в этом самом бастионе, бастионе демократии, как говорит Арарат Мирзоян, царствуют безраздельно полчища тараканов. Куда наша страна катится? Нужен мощный дихлофос, ДДТ, чтобы вытравить их отсюда. Подумаем об этом. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова